Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я российская пенсионерка, которая переехала жить в Варну. И на этом канале я рассказываю о различных аспектах жизни и отдыха в Болгарии. Путешествия – это часть моей жизни. И я с удовольствием рассказываю о своих путешествиях по разным странам, поделюсь опытом, как мне удается это делать экономно. От Болгарии до Греции рукой подать можно, в прямом смысле этого слова. Общая граница у этих стран. И ездят болгары в Грецию совершенно свободно, когда хотят – туда-сюда-обратно, по своим внутренним документам. У меня с моим российским гражданством так не получается. Обязательно нужно оформлять шенгенскую вилу. Это, конечно, проблема, но решаемая. И вот я в Салунниках. Болгары называют этот город Салун. Мимо старого рынка, который находится в самом центре города, конечно, я пройти не могу. Ведь именно в таких местах можно погрузиться в повседневную жизнь людей, ближе познакомиться с местным колоритом, попробовать недорогие и уж точно здешние кулинарные специалитеты, приобрести товары, которыми славится эта местность. Когда шла на рынок, думала об овощах, оливках, оливковом масле, греческих сладостях. Всего этого, конечно, полно на рынке. Но вот впечатлили меня больше всего не с ней ряды. Посмотрите. Продолжение следует... Греческий надо выучить. Луканка есть и в Болгарии, поэтому это мне понятно. Быстренько приближимся по ценам. Они, естественно, идут в евро, как и все в Греции. Требуха висит, такая огромная, в полном размере. Ну а на вас какое впечатление произвели мясные ряды на рынке в Салонико? Ну а там дальше уже рыба пошла, про это другой раз расскажу. На моем канале вы найдете еще рассказы о моих греческих впечатлениях, а также о моих путешествиях по другим странам. Так что подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. А если вам интересно узнавать о бюджетной жизни и отдыхе в Болгарии, в комментариях пишите, какие темы вас особенно волнуют.